Здравствуйте, дорогие друзья! Алиса вам передает привет. Мы сейчас все находимся на карантине, поэтому пишем все из дома сами. Правильно, Алиса? Ну, засыпаешь-то. Я думал, мы сейчас тебя как оператора продадим, но... Нет, на самом деле, все по плану идет. Несмотря на то, что в Москве не очень погода, я смотрю, от моих красноярских ребят, от земляков, приходят сообщения о том, что прям там уже все цветет, пахнет, уже солнце и так далее. Что-то сегодня у нас прям погода ужасная-ужасная. Мой любимый спонсор Аквафор прислал мне новый фильтр. Вот в такой коробушке. Я еще такой подумал, думаю, ну, да, очень крутая коробушка. У некоторых брендов, знаете, бывают такие, ну, типа, думаю, шпанты. На самом деле нет. На самом деле тут все обстоит совершенно современно, технологично и очень круто. Вроде бы кувшин, но вот с таким вот электронным блоком, который позволяет воду фильтровать по-другому. Потому что вот этот вот сменный фильтр состоит из более плотных слоев, а чтобы протолкнуть воду, как в обычном кувшине, на самотек, так не получится. Поэтому нужен электронный блок, который создает давление, и вода фильтруется без него. Она не сможет просто-напросто протечь. Ну, то есть это новое слово, так сказать, вот в таких вот мобильных системах фильтрации воды, которые вы можете брать, кстати, с собой. Я достал его из коробки. Вы видите, что он у меня не в коробке. Уже три раза пролил, так сказать, перед первым запуском рекомендуется три раза набрать и, соответственно, слить воду. Четвертый раз набираю. Набираю. Смотрите, какая тема. Ставлю. Закрываю. Нажимаю. И он начинает, как фонтанчик, вот такой вот струйкой вот сюда вот делать. Так сказать, фильтрованную воду сливать уже в сам кувшин. Вот здесь зарядочка. Ну и, соответственно, я ставлю. Пусть фильтрует, а я перехожу к основным действиям. Значит, смотрите. Сегодня у меня такой суп. Чаудер. Это известный английский суп, который уже кто как только не готовил. Но смысл в чем? Смысл не в английской кухне. А смысл в том, что мы сейчас все находимся дома, и нам приходится готовить из того, что есть. Так вот, как раз вот этот суп, он и есть из того, что есть. Но, может быть, с небольшими, знаете, такими отклонениями и моими авторскими включениями я по пути все объясню. У меня здесь есть уже, я нарезал морковку и лук. Я не буду учить вас резать. Я что, морковку сказал? Это картошка на самом деле. Я не буду рассказывать вам, как резать морковку и картошку. Но у меня главная часть этого всего это фарш. И вообще самое интересное, как бы, все связано с этим фаршем. Фарш молодых бычков. Молодого бычка, вернее. Из молодого бычка. Значит, история с ним связана вот какая. Сидим, значит, мы вот на самоизоляции. Дома никого не мешаем, ничего не заказываем. В общем, все у нас хорошо. Кайфуем, занимаемся домашними делами. И тут звонок. Дин-дон. Мы такие, курьеры не ждем, ничего не ждем. Ну, как бы, кто в гости? Ну, какие гости? Коронавирус уже на дворе. Как говорят средства массовой информации, я, слава богу, не знаю к этому. Это он так отключается. Спускает давление, потому что во время фильтрации здесь давление нагнетается. Ну, ладно, все, вода отфильтрована. Значит, звонок в дверь. Я открываю, стоит соседка. Замотанная такая вся, в общем, в перчатках. И такая с пакетиком. А вот мне привезли бычка. Я его там всего обработала, переработала, фарш накрутила. И то, в общем, девать некуда. Морозилка-то ограниченная, возможности у нее только. Хожу по соседям и угощаю фаршем. Значит. И позвонила в те квартиры, которые на нашей площадке тоже. Там соседка открыла. Она такая, типа, ой, нет, нет, извините. Я такая, чик, закрыла. Ну, не знаю, там, страх, ненависть в Лас-Вегасе. Еще что-то ее там преследовало. Типа вирус и так далее. А я соседку эту знаю, но прекрасная женщина. Я думаю, ну что она, будет мне какой-нибудь вирус сибирской язвы, что ли, подкидывать? Нет, конечно. Я этот фаршик, опа, уже опробовал его, жив, здоров, кайфую. Фарш действительно вообще самый домашний, придомашний. И без, знаете, как бывает в магазине. Жаришь, один жир вытапливается. Великолепный. Так вот, я и буду готовить из того, что есть, так сказать, из соседского фарша. Спасибо огромное за этот прекрасный подарок. Кастрюля. В нее я отправляю, правильно, растительное масло. Чуть-чуть. Оп, немножко, там, знаете, столовую ложку, не больше. Отправляю кусочек сливочного. Граммов 30, наверное. Небольшой кусочек. Вот там сколько прилипло у меня. Если у вас лопатка металлическая, то кладите ее прямо на дно с маслом. Не надо марать пальцы, стягивать, положите. Дно нагревается у кастрюльки. Лопатка металлическая нагревается, масло нагревается, само стекает, лопатка чистое масло в кастрюлю. Лучок сразу сюда отправляем. Ничего не оставляйте в тарелочку. Иначе потом в раковине забивается труба и получается труба. Теперь я сюда отправляю к луку. Прямо вот, ну, через минуту там. Вот этот кусочек фарша. Значит, чтобы было точно понятно. Делаем-то из домашнего. Соответственно, сколько нам Бог послал, столько используем. 150 граммов. Ну, 147. Значит, сюда отправляем и сразу же начинаем его расталкивать. Он у меня слегка подмороженный, потому что лежал у стенки холодильника, а там, знаете, подмораживать немножко. Вторая сковородка, это вот эта. Мы ее поджигаем. Для чего поджигаем? Для того, чтобы обжарить здесь кукурузу. Кукуруза у меня из банки. Просто там 350, по-моему, банка весом. Ну, или что-то вроде того. Чистого веса кукурузы без жидкости. 240 граммов получается. Ну, стандартная большая банка кукурузы. В общем, я думаю, что, скорее всего, я могу ошибаться, но, скорее всего, у разных производителей одинаковые банки. Итак, значит, пару зубчиков чеснока. Вот так вот пару били. Сюда хрязь. Сковородочку. Пока сковородочка нагревается, фаршик разбиваем, разбиваем здесь. Пусть обжаривается вместе с луком. Я к тому, что многие люди почему-то думают, что из фарша можно только котлеты делать, беточки, фрикадельки и так далее. Ничего подобного. Его можно использовать точно так же, как и любое другое мясо. Так, теперь в сковородку, где у нас был чеснок, вернее, лежит чеснок, отправляем сюда кусок масла. Раз. И отправляем сюда кукурузу. Вот, смотрите, я на сито бросил, водичку вот эту никуда не деваю. Я всего лишь кукурузу просушил и отправляю вот сюда. Водичку держим. Она у нас пойдет в бульон. Значит, для чего обжариваем кукурузу? Шкурки, кстати, от молодого чеснока я тоже отправляю сюда, потом можно всегда их достать. Для чего я обжариваю кукурузу? Для того, чтобы концентрировать вкус, сделать ее еще ярче по вкусу. Так, мясо важно растолочь. Так, когда фарш весь разошелся, сюда отправляем, соответственно, с корень, хотел сказать, стебель, сельдерея. Значит, не забиваем, что у нас здесь кукуруза обжаривается. Ой, совершенно великолепный аромат. Можно чуть-чуть перца. Вот сюда перца нужно уже побольше. Уже прям не стесняйтесь. Сразу же, значит, соль. Сразу же лаврушка. У меня здесь две штуки. И, конечно, тимьян. Тимьяна щепотку буквально сколько здесь? Ну, пол чайной ложки, дай бог. Все высыпаем в фарш. Смотрите, что у нас с кукурузой. Вот, посмотрите, некоторые кукурузинки, они стали такими золотистыми. Уже на дне образовывается вот такая вот, скажем, поджаристая корочка. В фарш добавляем оставшуюся воду и делаем поменьше огонь. Делаем также поменьше огонь и в самой кукурузе. Фарш перемешиваем и пусть он напитывается вот этим вот ароматом кукурузы. Теперь в фарш можно отправить картошку. Это две средние картошинки. Я порезал их небольшим кубиком и туда. Все перемешивайте, пусть все прогревается. Смотрите, в кукурузу нам нужно вот это все, что там на дне сковородки, деглазировать. Я буквально чуть-чуть винишка сюда подливаю. Млитров 150. Ну, не бокальчик, да, вот как вы пьете. Ну, налили туда, все остальное там угостите друзей. Вино сухое, лучше всего белое. У меня, видите, розовое просто было в холодильнике. Все, теперь мы сладкую кукурузу сбалансировали по вкусу. Дали ей кислоту вина. Значит, если у вас нету вина или вы не хотите использовать вино, можете не использовать. Заменять вино уксусом или лимонной кислотой, ну, это было бы немножко по-другому. Вкус, да, останется, но все-таки европейские блюда, они делаются с добавлением вина. И все привыкли, что ну вот, оно какой-то, вот этот вкус винный остаточный должен присутствовать в блюде. Лучше не добавлять никакой кислоты, потом в конце в супе попробуйте, если вдруг вам будет не хватать, чуть-чуть добавите лимона, ну, уже в самом конце, уже в готовое блюдо. Здесь мы просто балансируем кукурузу, и, так сказать, вот это вот европейское влияние, оно нам подсказывает, типа, да-да, сбалансировать вино. Выпариваем практически все вино, ну, видите, его уже практически не осталось. Да, совсем. Все, можно отставить пока. А сюда мы дальше уже, так сказать, добавляем все остальные ингредиенты. Смотрите, ну, все па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Пару чайных ложек муки, давайте третью еще добавим. Суп должен быть кремовый. По сути, это крем-суп такой, знаете, но крем здесь добивается не за счет блендера, как во многих супах, а за счет муки. Мука связывает и делает суп объемным. Как говорят повара и говорят европейцы, делает тело супа однородным. Теперь сюда вода фильтрованная. Мы заливаем так, чтобы объем фарша и картошки был только-только вровень скрыт. Видите, если немножко сгрестит, он будет торчать. А если выровнять, то он как раз будет вровень с уровнем воды. Все, теперь нужно довести кастрюльку до кипения. И добавить что? Правильно, перышко из там кое-какой части совы. Копченая паприка. Для многих это уже не перышко, потому что многие залезли в интернет, нашли копченую паприку. И можно сказать, мой канал уже сделал наверняка всем магазинам, кто продает кассу. Зачем я добавляю? Потому что вообще-то по некоторым из вариантов супы из классического, так сказать, наименования, чаудер, готовятся с беконом. Но вы знаете, вы можете тоже сделать это с беконом, если у вас есть бекон. Никаких проблем я в этом не вижу. Просто это крестьянские супы, похлебки, да? Они могут быть из чего угодно, из свинины, из говядины, из баранины, клэм-чаудер, из клэмов есть сифуд-чаудер. А мы делаем корн-чаудер, да? Из кукурузы. Соответственно, вот эта похлебка, она такая. Вкусная, насыщенная, плотная. И с удовольствием любой русский человек, с удовольствием ее... А-а-а! Горячо-то как, зараза! Вот и потом покупай с металлическими ручками кастрюльки. Стоит вроде ровно, а нагревается. Е-мое, надеюсь, что ожога не будет. Суп этот в итоге, он такой, знаете, сливочный, приземленный вкус, без яркого вот этого вау, там кислота, там что-то сладость такое рвущее. Нет, он... Кукуруза мы знаем, что она всегда дает такой теплый домашний вкусный аромат. И вкус, и текстуру. Поэтому здесь, как раз, как только приготовится картофель, а за это время я подготавливаю кукурузу, так сказать, к отправке в космос, вот в этот шикарный космос. Только нужно выкинуть отсюда шелуху от чеснока. Еще раз, шелуху я использую от молодого чеснока. Использовать шелуху от старого чеснока сухую не надо. Помешивать всегда нужно, там, где мука может пригорать. Ну что, картошка еще не готова, но ничего страшного. Отправляем сюда кукурузу, пусть варится вместе. Потому что само зернышко кукурузы разварить практически невозможно. Ну, если постараться, конечно. Поэтому пусть варится вместе, насыщается вкусом. Значит, вот какой важный момент. Если вы используете початки, а не банку консервов. Хотя, моя основная идея, это сейчас у вас полным-полно консервов. И вы не очень понимаете, что делать с этими консервами. Кукуруза, это не традиционный для России суп. Мы не варим суп из кукурузы, да? Но, вот вам идея, понимаете? Простой из тех самых ингредиентов, которые, хотел сказать, принесла соседка. Просто добавляйте все, что у вас есть. Потому что это вот все не имеет какой-то конкретной рецептуры, которая бы вас могла ввести в заблуждение. Это чистой воды, крестьянская похлебка. Значит, вот смотрите. Вот такой получается густой, ароматный, вкусный кукурузный суп. Пусть варится картофан. Видите, он от муки стал прям такой вязкий, такой классный. Можно добавить еще чуть-чуть воды. Сливки добавлять пока рано. Сливки добавим, когда картошка полностью сварится. Оставляем супец под крышечкой кипеть на слабом огне. Значит, что происходит на сегодняшний момент? Вот так выглядит сейчас наш корн-чаудер с фаршем от молодого бычка. Ой, в смысле от соседки, да. Теперь сливки. Вот смотрите, когда у вас есть уже готовая база, да, сливок опирайтесь примерно на такой объем, да. Если у вас сливки 33%, льете меньше. У меня вот 10% я вот налил 200 мл целый баллончик. Мука не даст ни в коем случае им отслоиться. И сейчас мне нужно минут 5 проварить все это вместе со сливками, для того, чтобы все ингредиенты напитались сливочным вкусом. В процессе следим, чтобы ко дну ничего не пригорало. По углам обязательно вы, многие вот забывают о том, что углы еще есть. Пробуем. Понимаем, что недостаточно соли. Но вкус, вкус уже тот. Какой он должен быть? Он должен быть сливочный и очень кукурузный. Это важно. Чем больше кукурузы вы добавите, почему я вам и рассказывал про початки и про бульон из початков. Потому что здесь мы должны максимально насытить вкус кукурузы. Это кукурузный суп. Для этого супа, так как он сливочный, все сливочные супы не вздумайте пересаливать. Ну, то есть не стремитесь, как я говорю, так сказать, к вершине вкуса. В сливочном супе вершина вкуса, это сладость. Сладость кукурузы и сладость сливок, которые подчеркивают вкус кукурузы. Смотрите, как булькает красиво. В финале зеленый базилик, который надо нарезать и все. Трубочкой свернули, нарезали. Газ выключаем. Базилик совершенно удивительным образом, как я уже говорил ни в одном ролике, подчеркивает сладость. Он великолепен в сладких блюдах вместо мяты. Будь то, например, какой-нибудь вы выжимаете сок из дыни или арбуза, добавьте зеленый базилик, и у вас будет вкус просто в разы интереснее и прикольнее. Тарелка для этого прекрасного супа, густого, сливочного, готова. И самая важная часть нашего марлезонского балета у меня на кухне, это, конечно, пожевать. Вот многие пишут, что, мол, густая еда сливочная. У некоторых вызывает ощущение, что, мол, это типа еда поросячья. Я вам хочу сказать, что вы глубоко ошибаетесь, глубоко. Потому что в русской культуре есть такое понятие, еда должна быть насыщенная, вкусная, калорийная. В европейской кухне для соусов отводится отдельное место. А в русской кухне, ну, скажем, в российской, да, у нас все такое, но как бы соусы соединены вместе со всеми ингредиентами. И несмотря на то, что это английский суп, это реально один из самых вкусных супов, которых я когда-либо готовил и который когда-либо ел. Ну, хорошо, с фубой не сравниваю. Фубой это number one. Number one. Вот если закрыть глаза и не обращать внимания на текстуру, ну, потому что кукуруза хрустит, и ты понимаешь, что это кукуруза, да? Если убрать это все, то ты ешь и понимаешь, да, это именно кукурузный суп. Алиса, ты-то что? Алиса? Горячая. Друзья, приготовьте дома. Все равно сидите. Уже наверняка дела все переделали. Ну, и приготовьте что-нибудь вкусное. Причем готовится он довольно быстро, вы же поняли, да, пока вот только что вот, чтобы картошка сварилась, все остальное. Главное, чтобы у вас все оставалось классно. Пока, дорогие друзья, приятного аппетита. ПОДПИШИСЬ. ПОДПИШИСЬ.